В эфире Радио Крым Реалии. Короткий рассказ о прошлом полуострова, о победах и поражениях, о выдающихся крымчанах и о параллелях с днём сегодняшним. Крымские истории с Сергеем Громенко. Знать прошлое, чтобы понимать настоящее. Крымские истории. Историка, ведущего и писателя. Олекса, здравствуйте. Здравствуйте, Сергей. Наш предыдущий разговор мы закончили на вторжении в Крым русских войск в 1771 году. Причём вы обратили внимание на тот факт, что определённая часть крымской знати воспринимала россиян как союзников и надеялась, очень недальновидно, конечно, что союз с Россией поможет Крыму разрешить проблемы, накопившиеся в его отношениях с Турцией. И в то же время другая часть крымского общества была категорически против любого сотрудничества с Петербургом. Однако русские войска уже находились в Крыму и уходить не собирались. Вот как жилось крымскому ханству в условиях этой фактической оккупации? Да, и последний эпизод, на котором мы завершили нашу прошлую беседу, был тот, что крымская знать в условиях российской оккупации стала готовить выборы нового хана. Напомню, что прежний хан, силен Третий Герай, пытался сопротивляться русскому вторжению, но часть крымской аристократии считала россиян тогда своими союзниками, встала на их сторону и, в общем, предотвратить нашествие 1771 года хану не удалось. А когда русская армия во главе с Долгоруковым почти бескровно и, так сказать, вежливо заняла полуостров, то русские направили хану любезное предложение, чтобы и он добровольно перешел под покровительство российской императрицы. Но силен Третий Герай понял, что это лишь уловка, дабы расправиться с ним, и потому поспешно покинул Крым. Потому срочно требовался доброволец из числа ханской фамилии, который согласился бы стать российским вассалом. И такой доброволец нашелся. Им стал Сахиб II Герай. Вот он и был избран новым ханом, а колгой при нем стал его младший брат Шахин Герай. Надо сказать, что оба этих брата еще с самого начала событий находились в пророссийском лагере. В 1771 году, например, они обеспечили русским войскам проход в Крым. Ну, в общем, Россия считала, что на них, в отличие от ненадежного селима Третьего Герая, можно положиться. И, соответственно, российская императрица сразу признала и горячо приветствовала избрание крымскими татарами нового хана, Сахиба II Герая. Но вот, называя его российским вассалом, я имею в виду, конечно, его фактический, а не формальный статус. Ведь, если говорить о формальном статусе хана, то номинальный Сахиб II Герая вовсе не считался российским подданным. Он считался совершенно самостоятельным, свободным и впервые с 15 века ни от кого не зависящим правителем Крыма. Однако, в реальности, конечно, все было совсем иначе. Командующий русскими войсками в Крыму Долгоруков настоял, чтобы между Российской империей и независимым крымским ханством был заключен договор о мире и союзе. И этот договор, он был подписан в 1772 году и получил название Карасубазарского трактата. И вот в этом трактате Крым декларировался как полностью самостоятельное государство, независимое ни от Турции, ни от России. Однако, далее уточнялось, что до окончания текущей русско-турецкой войны, вошедшие в Крым русские войска останутся на полуострове. Да и после окончания войны все равно не уйдут отсюда, а поставят свои гарнизоны в крепостях Керчь и Еникале. То есть, таким образом, эти крепости должны были перейти во владение России. Ну, а что касается цели постоянного русского военного присутствия в Крыму, то она объяснялась якобы необходимостью защиты союзного России и независимого крымского ханства от турецких, так сказать, посягательств на его свежеприобретенную независимость. Сахиб Гирай, похоже, что и сам на какой-то момент уверовал в то, что он свободный и независимый правитель. И даже попытался спорить с русскими, то есть протестовать против их дальнейшего военного присутствия, а также их намерение завладеть крымскими крепостями. Но в ответ новые покровители доходчиво растолковали хану. В том смысле, что пусть, мол, он еще скажет спасибо за то, что императрица по своей великой милости позволила Крыму сохранить независимость, а не напрямую завоевала его. А если хан оглядывается на Турцию, то для Турции, по сути, теперь уже не имеет значения, останется ли Крым независимым или станет российским, потому что в любом случае Крым Турция потеряла уже безвозвратно и навсегда. Конечно, Сахибу второму Гираю очень не нравилось такое обращение, однако спорить с хозяевом положения, понятно, ему было трудно. Ну а что касалось Турции, то да, действительно, Крым у нас с тех пор потеряла навсегда. И даже более того, поражение в войне с русскими на других причерноморских фронтах вынудили турок через два года официально признать эту номинальную независимость крымского ханства. И эта капитуляция Стамбула была зафиксирована в Кучук-Кайнорджийском договоре, который Россия и Турция заключили между собой в 1774-м. Единственная уступка, которой Османскому двору удалось добиться в Крымском вопросе, это была та, что за падишахом сохранили привилегию посылать символическое благословение каждому вновь избранному крымскому хану. Поскольку, пусть и лишившись всех политических прав на полуострове, султану все-таки удалось оставить за собой признание вот хотя бы культовой составляющей его прежних полномочий в Крыму, а именно статус халифа, то есть верховного авторитета в религиозных делах крымских мусульман. Но однако даже при всем этом право вмешиваться в сам процесс выборов или подбора ханских кандидатур султан все-таки утратил. Ну а в Крыму продолжалась жизнь в новых условиях так называемой независимости. Русские войска продолжали пребывать в стране, и хотя русское командование предписывало своим солдатам не раздражать без нужды местного населения, однако когда такая нужда все же возникала, например, когда требовалось нажать на хана и заставить его быть сговорчивее, то это же самое командование давало своим офицерам добро на проведение точечных, дозированных карательных акций, ну в рамках, так сказать, принуждения к миру и союзу. Конечно, неудивительно, что вскоре от соседства с такими союзниками застонали даже те, кто в 1771 году встречал русские войска, ну если не с цветами, то во всяком случае с надеждой на перемены к лучшему. Ага, и учитывая сказанное вами, становится неудивительным, что эта так называемая независимость крымского ханства, которая на деле обернулась зависимостью от России, пришлась весьма многим крымцам не по вкусу, и покоев в стране так и не настал. Ну ведь, как известно, пророссийский хан Сагиб Герай II уже через два года был свержен во время восстания проосманского хана Девлета Герая IV, но того, в свою очередь, смело с престолом новое русское вторжение, приведшее к власти уже явленного ставленника Петербурга Шагина Герая. Итак, Алекс, расскажите, пожалуйста, подробнее о борьбе за власть в этот период. В ситуации, которая развернулась в независимом, в кавычках, Крыму с 1772 по 1777 год, я бы сказал, даже не так-то и просто провести четкую грань между пророссийскими и проосманскими ханами. Ну потому что, к примеру, да, Сагиб II Герай в свое время помог Долгорукову войти в Крым, он был избран и утвержден на престоле с одобрения Екатерины II, он был избран, в конце концов, в условиях российской оккупации, и, конечно, за каждым его шагом следили, но при всем этом назвать его марионеткой Петербурга все-таки трудно, потому что хан имел и собственные интересы, и пускай и вяло, но все же пытался отстаивать их. Ну я только что рассказывал, что Сагиб II Герай был недоволен продолжающимся русским военным присутствием в Крыму, ведь он со своей стороны выполнил все, что требовали от него российские союзники, и теперь, конечно, ожидал от них, так сказать, ответной любезности в виде того, что они покинут Крым и позволят ему, наконец, насладиться статусом независимого, свободного, дружественного России правителя. Они все не уходили, да еще и обращались с ханом не так почтительно, как он того ожидал. Ну и кроме того, вдобавок, по всей стране накапливалось народное недовольство иностранным военным присутствием, а это логично выливалось и в недовольство подданных самим ханам, которые, получается, допускают такое присутствие. И вот эти недовольные представители крымской аристократии, а также духовенства, тайно от хана ездили в Стамбул, и там они просили султана разорвать договор с Россией о независимости ханства, восстановить прежний порядок назначения ханов и прислать, наконец, в Крым османские войска им на помощь. И Сахиб Герай знал об этих поездках. И вот, учитывая нараставшее в обществе недовольство, хан довольно скоро заметно охладел к своим российским покровителям и даже решился на недружественные акции в отношении них, ну, как, например, арест российского посла при своем дворе. Однако исправить свой пошатнувшийся имидж он уже не успел, потому что место во главе этого нараставшего антироссийского тренда уже занял другой лидер, Девля-Четвертый Герай, который вдруг вместе со своими сторонниками переправился с Кубани в Крым и весной 1775 года занял Бахчисарай. А Сахибу Второму Герая пришлось скрываться от него и бежать на корабле в Стамбул. Переворот Девлета Четвертого Герая стал просто сюрпризом для всех, как для русских, которые для того, чтобы успокоить возмущенного Сахиба Второго, уже вывели из Крыма значительную часть своих войск, но точно так же и для турок, которые вообще не рассчитывали на такой успех Девлета Четвертого. И вот что касается сейчас института, то султанское правительство в тот момент просто-таки утопало в проблемах. Оно было вынуждено собирать уже последние силы, чтобы быть готовым к войне одновременно на два фронта и с Россией, и с Персией. И понятно, что на этом фоне проблема Крыма просто померкла, она просто ушла далеко назад в списке приоритетов, потому что на кону теперь стояло уже не освобождение Крыма из-под российской оккупации, а выживание самого османского государства. И, как тайком признавался один из османских чиновников, Стамбулу было бы куда легче, если проблема Крыма вообще исчезла с повестки дня, пусть даже ценой окончательного его захвата русскими. Но, с другой стороны, в Стамбуле было, конечно, множество и консервативных деятелей, которые требовали немедленной помощи Крыму, военной помощи. Однако тон при дворе задавали все же не они, а реформаторы, которые категорически не желали воевать с Россией. Однако забыть о крымской проблеме этим столичным чиновникам не давали крымско-татарские эмигранты, которые с 1775 года сотнями и тысячами переселялись в Стамбул, и там громко и упорно требовали немедленно организовать поход для вызволения Крыма из-под российской оккупации. У немалой части османского правительства эти люди вызывали, ну, лишь раздражение, потому что, во-первых, их громкие призывы не позволяли реформаторам замолчать и отложить крымскую проблему и навлекали на Турцию новые конфликты с Россией. Ну, а во-вторых, потому что, как бы, само собой подразумевалось, что истощенная османская казна должна за свой счет обеспечить все множество этих знатных переселенцев поместьями, домами в Стамбуле и пожизненным денежным содержанием, соответственно, тому статусу, который они когда-то прежде имели в Крыму. Потому, рассчитывая, что имитация бурной деятельности поможет утихомирить этих назойливых диссидентов, османы позволили Девлету Гираю с группой также активных единомышленников отправиться на Кубань, чтобы они там, на далекой периферии крымских владений, строили себе планы, как бы, проникнуть в эти владения и пробиться на родину. И вот неожиданностью для Стамбула стало именно то, что Девлету Гираю эти планы удалось не только построить, но и блестяще реализовать. Некоторые чиновники в Стамбуле от страха перед непредсказуемыми осложнениями с Россией даже бросились уже было писать Девлету Гираю письма, чтобы он немедленно вернулся из Крыма в Стамбул. Но было уже поздно. Оказавшись на троне в Бахчисарае, Девлет IV Гираю известила в своем воцарении и османского падишаха, и русскую императрицу. Так и полагалось, согласно договору о независимости ханства. Однако, сразу вслед за этим, он стал припринимать шаги, чтобы этот договор аннулировать. И весьма важным символическим шагом на этом пути стала его просьба к султану, чтобы тот утвердил его на крымском троне не просто духовным халифским благословением, а по полному традиционному протоколу назначения ханов. А это подразумевало уже не только религиозное, но и восставление политического верховенства Стамбула над Бахчисараем. И такое традиционное утверждение он получил, да еще и вместе с обещанием поддержать его военной силой. Правда, это обещание, добавлю, выполнено не было. Следует вообще заметить, что в Стамбуле, к Девлету Четвертому Гираю отнесились достаточно прохладно, его там не считали подходящим кандидатом на Крымский престол. Если бы султан имел возможность самостоятельно назначать в Крыму ханов, то, конечно, назначил бы совсем другого человека. Однако факт оставался фактом, где в Лет Четвертый Гирая владел Крымом и ясно выражал желание вернуть страну под османский контроль. Потому если этого хана и можно назвать проосманским, то, знаете, лишь в том смысле, что он сам желал бы так называться. Однако Стамбул его своим ставленником не считал. И более того, Стамбул опасался, что Девлета Четвертого сочтет турецким ставленником Петербург. И Россия действительно считала его таковым. Русские, надо сказать, сразу поняли, чем им грозит воцарение хана, столь сориентированного на Стамбул. Поэтому против Девлета Четвертого стали срочно собирать силы. В частности, вспомнили о давно уже обещанном кубанском ханстве для союзных России и заперекопских нагайцев. Правителем над этим административным образованием поставили Шахина Герая, младшего брата свергнутого Сахиба Второго. В отличие от Сахиба Второго Герая, который служил россиянам, ну, уклончиво и как бы нехотя, Шахин Герай был горячим и, что называется, идейным сторонником России. Возможно, этой идейности немало поспособствовала его недавняя поездка в Петербург для ратификации крымско-русского трактата 1772 года. Где Екатерина Вторая, увидев его лично, оказалась совершенно без ума от 27-летнего крымского принца, искупала его в деньгах и в безбрежных милостях, восторженно писала об этом своем новом друге Больтеру и нет сомнений, что эта встреча произвела неизгладимые впечатления также и на самого Шахина Герая. Ну, вот такого идеального во всех отношениях кандидата царица и решила возвести теперь на Крымский престол, возвести любой ценой, даже если ради этого придется использовать военную силу и поссориться с турками из-за нарушения мирного договора. И русские войска двинулись в марш. Один отряд доставил Шахина Герая с Кубани на Крымский берег, а другой крупный русский корпус тем временем встал на Перекопском перешейке. Девлетчетвертый Герай ожидал, что османы пришлют ему военную помощь, чтобы отразить это нашествие. Но султанское правительство, как и прежде, снова испугалось войны с Россией и никакой помощи в Крым не прислало. А собственных сил, чтобы отразить вторжение Шахина Герая, Девлетчетвертый собрать не смог, потому что еще в самом начале своего правления весьма недальновидно поссорился с аристократами двух могущественнейших крымских родов Ширин и Мансур. Девлетчетвертый Герай считал их виновными в беспринципной поддержке российского ставленника Сахиба Второго и, конечно, был во многом прав. Однако ссориться с беями все-таки ему не следовало, ведь практически все крымское войско находилось в прямом подчинении именно этих беев, а не самого хана. И когда настал решающий момент, аристократы просто отказались предоставлять хану свои отряды. Это означало провал. И Девлетчетвертый Герай, окончательно убедившись, что беи и мирзы не двинутся с места, чтобы защитить его, уплыл в Стамбул. А в Бахчисарай тем временем занял трон очередной и последний правитель крымского ханства Шахин Герай, целиком уже обязанный своим приходом к власти российской военной поддержке. Это радио Крым Реалии, крымские истории в диалогах с Сергеем Громенко. Ни в коем случае не переключайтесь, мы скоро вернемся в эфир. В эфире радио Крым Реалии. 105,9 FM. Слушай новости, ток-шоу, авторские проекты. Ведущие радио Крым Реалии информируют крымчан о самых важных событиях на полуострове и в мире. Радио Крым Реалии. Крымчане имеют право знать. И вновь в эфире самое крымское в мире радио Крым Реалии, крымские истории в диалогах с Сергеем Громенко и Алексей Гайворонским. Наблюдая за бурными событиями, что разворачивались те годы в Крыму, ну, не может не возникнуть вопрос о том, какой же в самом деле была мотивация их участников. К чему вот стремились во всех этих событиях сами крымцы и что было главной их целью? Независимость ханства, союз с Россией или возвращение в подданство Стамбула? Понятно, что целью любой человеческой деятельности является улучшение человеком своих условий жизни и обеспечение своей безопасности. Разумеется, не были в этом исключением и жители крымского ханства. А надо заметить, что эти две приоритетные проблемы, то есть условия жизни и безопасности, в конце XVIII века стояли перед ними крайне остро, потому что к этому периоду стало совершенно очевидно, что уния с Османской империей, которая на протяжении 300 лет более или менее успешно помогала удовлетворять эти базовые потребности, на данном этапе попросту перестала выполнять свою прежнюю функцию вследствие ослабления и упадка самой Турции. Сомнения в эффективности этой унии возникали на всяких острых поворотах истории и прежде. В XVII, например, веке, когда представители крымской династии бывало вслух обсуждали переход Крыма из Османского под Польское покровительство. Но это были такие, скорее, декларативные, чисто демонстративные обсуждения. Они были призваны оказать эффект прежде всего на саму Турцию, чтобы та, услышав об этом и испугавшись потери Крыма, изменила свое отношение к нему на более, так сказать, внимательные и бережные. Тогда как на самом деле Крымская уния, конечно, на тот момент еще далеко не исчерпала себя. И по тому перспективу ее разрыва никто в Крыму тогда всерьез не рассматривал. Такую перспективу не рассматривали и в начале XVIII века, когда правительство Петра I впервые предприняло попытки переманить Крым под свое верховенство из-под верховенства Османского, однако не добилось совершенно ничего. А вот теперь в 1770-е вопрос о партнерстве с той или иной супердержавой Крыму пришлось пересматривать уже независимо от своего желания, потому что провалы Турции на всех фронтах ее воин с Россией ясно предупреждали, что Крым в случае русского наступления султан защитить не сможет. Вон теперь и представим себе ситуацию, в которой очутились крымские беи, когда к ним стали являться русские агенты со словами о том, о чем крымцы прекрасно знали и сами, а именно, что Стамбул лишь высасывает силы из крымского ханства, а сам ничем не может и не хочет ему помочь. Агенты предлагали подумать, а не лучше ли в таком случае Крыму жить независимо от Турции в мире и в дружбе с Россией? И не так-то мало крымских аристократов подумали и пришли к выводу, что да, пожалуй, таки действительно лучше. Разумеется, свою роль в этих убеждениях сыграли и щедрые денежные подкупы, и тонкая игра на взаимных обидах и претензиях крымских аристократов, ну как же без этого? Но все же, мне эти низкие мотивы в первую очередь определили позицию той части крымских бейфемирс, которые в итоге оказались в пророссийском лагере. Тем более, что русские выглядели на сей раз не столь уж и враждебно. Вспомним, лет за 90 до того Москва свирепо грозила на весь мир, что выселит всех татар вон из Крыма. А за 35 лет до того отряды Миниха и Ласси огнем и мечом дотла выжгли всю страну. Однако теперь петербургские представители разговаривали совсем иным тоном, даже не заикаясь ни о каком выселении, опустошении или завоевании. Они просто предлагали Крыму снова стать независимым, как это было в славные времена великих ханов прошлого Хаджигера, Менглигера. И хотя одновременно с этим в Петербурге внутри правительственных кругов глухо звучали и совсем иные предложения насчет того, как надо поступить с татарами, в том числе идея о выселении, эти методы на данном этапе были сочтены императрицей неэффективными и по тому ходу им пока что не давали. Вот поэтому считать этих пророссийских беев в современных терминах предателями и коллаборационистами вводят, пожалуй, излишним упрощением, потому что не вызывает сомнений, что в своей деятельности они преследовали интересы, конечно, вовсе не России, а собственного государства, Крымского ханства, а если говорить точнее, то собственного привилегированного класса, который ей традиционно и считали наиболее полномочным и аутентичным выразителем интересов жителей своей страны, а в интересах этого класса и, соответственно, всего Крымского государства было срочно найти ответ на жизненно важный вопрос, как выжить малой стране в условиях, когда ее основной союзник и защитник впал, так сказать, в кому, а основной противник стоит у дверей с оружием. Что делать, если этот основной соперник физически вполне способен, если захочет, эту страну и захватить, и опустошить, и обезлюдить, однако вместо всех этих ужасов предлагает ей независимость и союз. Понятно, что при таких условиях выбор был крайне ограничен, и потому согласие ряда крымских беев сотрудничать с Россией было вовсе не логическим продолжением вековых устремлений крымского ханства государственной самостоятельности, а всего лишь вынужденным решением, принятым под давлением превосходящей силы. Что касается ханов, взять хотя бы того же Селима Третьего или Девлета Четвертого Гераев, то им, кстати, куда проще было оставаться стойкими противниками российской гегемонии, потому что в случае провала их гарантированно ждали за морем уютные поместья в Стамбуле, дарованное султаном, а также пожизненные пенсии султанской казны, а вот беям и мирзам бежать было некуда, ждать помощи извне было неоткуда, и вместе с тысячами подластного им народа они, в отличие от ханов, оказались накрепко привязаны к своей территории и являлись, так сказать, заложниками дальнейшей исторической и это не мои собственные рассуждения, потому что эту принципиальную разницу в положении ханов и беев хорошо осознавали и не раз озвучивали в самом Крыму тех времен. Конечно, это будет очень-очень дальняя аналогия, но вынужденное решение беев чем-то может, наверное, напоминать муки выбора казацкой старшины и Богдана Хмельницкого, которые тоже, хорошо понимая, что не выстоят в одиночку, шесть лет искали себе союзников и покровителей и в конце концов, пусть и вынуждено, пусть и с некоторой опаской, но оперлись на Москву. Чем это обернулось потом для Украины, мы прекрасно знаем, но мы знаем это из нашего далекого будущего, когда нам уже известно, что было дальше и уже понятно, в какую ловушку попали казаки. А вот предвидели ли последствия своего решения беи, ну и я думаю, что должны были предвидеть, ведь к их времени уже имелся богатейший опыт печальной судьбы самых разных туземных элит, которые когда-либо вступали в политические сделки с российским государством, но, видимо, крымские аристократы решили, что все же сумеют, так сказать, выиграть матч в кости у самого Мефистофеля и умело использовать россиян в свою пользу. И мы, как и в случае с Хмельницким, снова-таки своего далекого будущего, знаем, что у крымских беев это не получилось, и что расплатиться за этот их проигрыш Крыму довелось, пожалуй, даже еще более болезненным образом, чем Украине. Так что, если давать прямой ответ на ваш вопрос, чего же хотели сами крымцы, то ответ весьма прост. Крымцы хотели для себя покоя и безопасности. Тем более, что имелись крайне серьезные основания, за эту безопасность очень тревожатся. А вот каким способом эту безопасность обеспечить? На этот счет мнения в обществе были различны. Ведь крымское общество, вопреки распространенному заблуждению, вовсе не представляло собой, так сказать, племя примитивных туземцев с одинаковым мнением по всем вопросам. Ничего подобного. Крым был обществом сложным, многогранным и, что примечательно, необычайно либеральным в плане свободы слова при дворе. В Крыму издавна имелись различные философские школы, издавна развивались и соперничали различные направления политической мысли. И вполне естественно, что в высших ученых сферах такого общества шла горячая, а иной раз даже и ожесточенная борьба концепции. Одни круги, в особенности очень влиятельная прослойка крымского мусульманского духовенства, все еще надеялись на Стамбул и, разумеется, имели полное право требовать от султана помощи. Вопрос стоял лишь в том, мог ли сам султан такую помощь оказать. Другие считали, что перед лицом военной угрозы со стороны России не остается иного выбора, кроме как попытаться превратить старого врага, то есть русского соседа, в, так сказать, нового друга. И даже, если получится, использовать этого друга в своих интересах. Ну, а что касается третьей идеологемы, то есть заманчивой, красивой мечты о независимости страны, знаете, знакомясь с документами той эпохи, я все больше убеждаюсь, что по-настоящему в осуществимости этой идеи даже теоретически в Крыму уже очень давно никто не верил. Да и как в нее было верить теперь, если на протяжении всего срока этой так называемой независимости в стране стояли иностранные войска. За сторонниками османской ориентации стояла хоть и слабнущая, но все же вполне реалистичная надежда на военную помощь султана. За спинами тех, кто верил в дружелюбие России, маячили штыки российских солдат. А откуда было ожидать десанта на помощь себе, поборникам полной независимости? Ну, вот потому таких поборников в событиях аннексии Крыма мы и не увидим. Выбор крымцев, по большому сожалению, стоял лишь между двумя империями, а третьего варианта история им на этот раз не предоставила. Теперь давайте подробнее поговорим о Шаген-Гирае. Как вы только что рассказали, он пришел к власти благодаря русским штыкам. Однако в историю ханства этот деятель вошел не просто как безвольная марионетка Петербурга, как правитель, который имел некоторый собственный политический курс и пытался проводить реформы, аналогом которых не припомнить во всей предыдущей истории ханства. Вот чего он хотел достигнуть и насколько преуспел в своих планах? Биография Шагена-Гирая представляет собою яркий показательный пример политической эволюции деятеля, которая была обусловлена стремительно меняющимися обстоятельствами. Начав свою раннюю карьеру в, так сказать, традиционном русле крымской политики, Шаген-Гирая затем примкнул к лагерю тех, кто видел перспективу в переориентации Крыма со Стамбула на Петербург. Затем он попытался уже на троне максимально использовать возможности, которые давал Крыму независимый статус, действуя так, как будто эта независимость была настоящей. А когда эта его попытка совершенно закономерно провалилась, то посвятил свои усилия уже лишь тому, чтобы удержаться у власти. И на этом пути скатился к кровавой тирании. Биография Шагена-Гирая трагична. Трагична потому, что в ней очень четко отразился перелом эпохи, когда Крымское ханство впервые за 300 лет наконец-то было провозглашено независимым, но на деле никакой независимости не приобрело, а наоборот попало под гнет, который оказался еще более тяжким, чем был гнет Османский. Внутренние реформы Шагена-Гирая действительно выделялись на фоне всей предыдущей крымской истории. Эти реформы были разнообразны. Часть из них, которая была определена личными вкусами Хана и его, так сказать, культурным шоком от лицезрения петербургского лоска, по сути, не поднялась выше, чем уровень так называемого культ-карго, то есть бездумного и бессмысленного копирования внешней, чисто декоративной стороны иностранных обычаев, ну, как, например, создание придворной строевой гвардии по русско-прусскому образцу с флейтами и шпицрутинами, страсти к английским каретам, европейскому платью, еде за столом, сервированным по-петербургски и прочих чудачеств. Хотя, к слову, именно эти мелкие косметические моды и вызвали наибольшее отторжение народных масс, заставляя их впоследствии подозревать хана в вероотступничестве. Другие реформы Шахина-Герая были серьезнее, они имели экономический характер, но их наиболее заметным результатом стало для народа невиданное увеличение налогового давления на население, и это тоже повело к серьезнейшим возмущениям. Но, к сожалению, нехватка времени мне не позволяет подробнее рассказать о других реформах Шахина, в частности юридических, потому что нам надо еще успеть обратить внимание на самые более важные перемены, инициированные им в сфере государственного устройства, потому что именно управленческие реформы последнего крымского хана как бы подытоживают устремление всех предыдущих правителей, которые правили страной до Шахина-Герая. Так вот, преобразование Шахина-Герая в сфере государственного администрирования самым поразительным образом, как будто бы воплощали в реальность все самые смелые мечты, которые на протяжении всех трех веков османского верховенства над Крымом когда-либо рождались в замыслах всех предшествующих крымских ханов. Со стороны может показаться даже, что этими реформами Шахин-Герая ну, как бы словно пытался нагнать за несколько лет процесс, который в нормальных в естественных условиях должен был бы развиваться лет 300, а именно и это важно он попытался установить в Крыму абсолютизм. Дело в том, что фундаментальной проблемой крымско-татарской государственности была та, что естественное развитие этой государственности было искусственно противоестественно заторможено тремя факторами. Все эти факторы пришли из глуби веков, будучи еще ордынским наследием. В свободном, в независимом государстве все эти пережитки древней старины уже давно бы отмерли и отошли бы в прошлое естественным образом. Но в государстве несамостоятельном, каким после османского завоевания 15 века стал Крым, они намеренно и искусственно консервировались в своих интересах различными силами и сохранялись к величайшему вреду для развития государства. И эти факторы были следующими. Первый из них это выборность поста хана. Она, может быть, была хороша в ордынских условиях, но теперь она не позволяла крымским правителям самостоятельно определять своих наследников, а значит, обеспечивая преемственность власти, а значит, обеспечивать непрерывность государственной политики на протяжении долгого срока. Зато она позволяла широчайшему округу посторонних лиц, вроде крымских мирс и османских явлухов манипулировать подбором ханских кандидатур в своих интересах. Эту систему в Крыму воспринимали как неадекватно устаревшую уже в первой половине 16 века. Почему все сколь-нибудь выдающиеся крымские ханы, начиная с Мехмеда первого, с Сахиба первого Гераев и старались навсегда законодательно или на практике закрепить автоматическое наследование престола за своими старшими сыновьями, внуками и так далее по нисходящей линии, как это было в Турции. Но за все три сотни лет добиться этого не получилось ни у одного хана, потому что этому активно и сознательно противодействовали как османские султаны, так и крымские бей, которые, разумеется, не желали терять такой рычаг влияния, как возможность влиять на выбор хана. Второй фактор из этой триады это немыслимые, но почти суверенные полномочия крымских родовых беев. Они избирали ханов, а сами были несменяемы и фактически неподсудны этим ханам. Родовые владения этих беев по сути являлись государствами внутри государства, и их внутренняя жизнь была не подвластна центральной власти. И опять-таки все сколь-нибудь амбициозные ханы, завидуя блистательному опыту Турции, где родовой знать и вообще не существовало, всячески пытались ограничить влияние этих знатных кланов. Но ни одному из ханов этого не удавалось сделать до конца. Опять-таки из-за оппозиции как самих беев, так и защищавших их султанов. И наконец третий фактор. Этот фактор заключался в крайней ограниченности ханских полномочий. Ведь крымские правители, в отличие от турецких, не были самодержавными, то есть абсолютными правителями. Все их важные решения должны были утверждаться советом все тех же крымских беев, которые обладали правом вета в отношении ханских инициатив. Многие ханы мечтали о том, чтобы их власть стала такой же непререкаемой, как единоличная власть османских падежахов. Но эта мечта не осуществилась ни у одного. И виновны в этом были те же самые силы, которые я уже дважды называл. Можно, наверное, из чистого эстетизма восхищаться издали нарисованной на бумаге этой стройной сбалансированной схемой военно-феодальной демократии ченгизитского типа, этим уникальным историческим анахронизмом, который дожил в Крыму из глубин ордынской древности аж до XVIII века. Однако жить, а тем более эффективно править в условиях такой архаичной системы в XVIII веке, когда все соседние страны уже пришли или стремительно двигались к абсолютизму, было невыносимо трудно. И вот, словно бы усвоив эти уроки крымской истории, Шахин Герай дал по этим трем искусственно законсервированным пережиткам далекого прошлого свой, так сказать, тройной реформаторский залп. Он объявил себя самодержавным правителем с неограниченной властью. Он объявил, что престол будет отныне наследоваться его будущими прямыми потомками по нисходящей линии. И что теперь, вместо прежнего всевластного курулта и родовой аристократии, единственным совещательным органом будет лишь диван, то есть аналог Совета министров, членов которого, в отличие от курултая, хан мог смещать и заменять. И этот диван, что важно, не имел права вета в отношении ханских указов. Далее, Шахин Герай провел просто-таки революционную реформу, отменив систему бейских полунезависимых владений и введя новое административное деление страны, поделив ее на судебные округа, зависимые от центральной власти. То есть таким образом Шахин Герай одним махом попытался решить вековые проблемы крымской государственности, которые накапливались очень продолжительное время. И сам тот факт, что он эти проблемы осознавал и понимал, ну, конечно, делает ему честь, как правителю. Однако на этом похвалы ему и ограничиваются. Потому что, задумав свои титанические реформы, хан не задумывался о том, с помощью какого аппарата он будет проводить столь масштабное преобразование и особенно какими мерами он собирается пробивать свои прогрессивные решения в жизнь, если эти реформы встретят сопротивление. Но ответ у него на этот вопрос был прост. Ну, разумеется, с помощью своих давних друзей и верных союзников, русских генералов. Но это, знаете, скользкий путь. Опоры на иностранцев очень легко может рано или поздно привести правителя к войне собственным народом. И такой войны Шахенгерай, увы, не избежал. Нет, хан, конечно, понимал, что одной русской силой он не обойдется, что требуется создавать ей свой собственный аппарат. И он пытался учреждать различные новые для Крыма виды военно-полицейских сил. Но на формирование этого, по-современному выражаясь, полноценного спецназа требовались огромные суммы. А денег в крымской казне на это не было, даже несмотря на материальную помощь со стороны императрицы. И когда уже в первый год правления Шахина Герая против него в стране вспыхнул мятеж, а вся созданная ханом по русскому образцу новая элитная гвардия бросила его, сама присоединившись к мятежникам, то усмирять сбунтовавшийся Крым и возвращать Шахина Герая на престол пришлось именно русским. Вернувшись с их помощью к власти, Шахин Герай развернул кровавые репрессии против своих истинных и мнимых противников. И его жестокости лишили хана уже последних остатков местной поддержки. Отныне он держался у власти действительно лишь благодаря русским штыкам. А в 1782 году все это повторилось снова. Крым опять восстал против хана, Шахин Герай опять бежал под крыло своих русских союзников, опять на их плечах вернулся в Крым и в стране опять по ханскому приказу обильно полилась кровь тех, кто принимал участие в восстании. Ну или хотя бы просто сочувствовал мятежу. Это радио Крымреалии, крымские истории в диалогах Сергея Мгроменко ни в коем случае не переключайтесь, мы скоро продолжим. Ищите сайт Крымреалии в интернете. Наши страницы в Facebook, Twitter и ВКонтакте. Наши видео и фильмы на YouTube-канале Крымреалии. Крымчане имеют право знать. И вновь в эфире Крымские истории в диалогах с Сергеем Громенко и Алексей Говоронским на самом крымском мире радио Крымреалии. Теперь пришло время вспомнить и о гибели крымского ханства в 1783 году. Почему Петербург на протяжении более 10 лет продвигавший идею независимости Крыма на определенном этапе вдруг сменил курс и принял решение ликвидировать крымское государство? Каким образом происходил сам аннексий? Как повел себя в этой ситуации Шагин Гирай и как наконец восприняло эту новость само крымское население? Что касается мотивов России, то причины ее, так сказать, промедления в окончательном захвате Крыма уже давно вызывают интерес историков. Ведь по сути мало что мешало императрице осуществить эту аннексию лет на пять раньше, чем она произошла в действительности. Ведь Турция вряд ли бы смогла предотвратить это силой. Да и реакции европейских держав, на которую Екатерина непрестанно оглядывалась в своих внешнеполитических действиях, тоже при умелом подходе не стала помехой. Более того, в самом Петербурге с каждым годом все громче звучали раздраженные голоса различных стратегов и придворных политиков, что, мол, не надо тратить в Крыму силы и огромные деньги на, так сказать, многократную реанимацию уже давно по сути рухнувшего режима Шахина следует просто присоединить полуостров к империи. В западной историографии высказывался взгляд, что поддержка России проекта независимого Крыма и в частности Шахина Герая обуславливалась даже не столько какими-либо объективными обстоятельствами, сколько просто волей Екатерины, которая, вопреки мнению Потемкина и прочих более агрессивно настроенных советников, но чисто из личной симпатии. Хотела таки дать столь впечатлившему ее когда-то крымскому красавцу шанс завершить его любопытный эксперимент модернизации ханства. Увы, мы уже не имеем времени, чтобы проанализировать обоснованность такого любопытного взгляда и в целом обсуждать роль личности в истории. Однако, если взглянуть на события с данного ракурса, то действительно очень похоже на то, что императрица, наблюдая за развитием своего крымского прожекта, видя его провал, просто утратила интерес к своей былой затее и дала свободу действий тем при дворе, в частности, Потемкину, кто давно уже рвался присвоить Крым. Впрочем, знаете, внутренняя мотивация захватнической политики России представляет для нашей темы, пожалуй, куда меньше интерес, чем реакция на события внутри самого Крыма. А эта реакция была своеобразной, несколько иной, во всяком случае, чем можно было бы ожидать в такой классической схеме, когда одна страна захватывает другую. То есть, всенародного антиколониального сопротивления в Крыму мы в источниках того времени не увидим. А увидим мы в них, ну, примерно вот что. После того, как в 1782 году русские уже в третий раз посадили Шахина Герая на престол, он развернул такие гонения на всех, кого считал неблагонадежными и подозрительными, что даже сами российские командиры, которые, заметимо, отнюдь не отличались излишней гуманностью и сентиментальностью, так вот, даже сами российские командиры уже начали поговаривать, что хан творит уже что-то совершенно выходящее за рамки здравого смысла, и что такая его свирепость не приведет ни к чему иному, кроме нового бунта, усмирять который снова доведется русским. Кульминацией жестокости Шахина стало публичное побитие камнями приговоренных к смерти знатных участников и сторонников недавнего восстания, в том числе даже члена ханского рода Халима Герая, а также Мирс из рода Ширин. Такой же приговор был вынесен и родным братьям хана, восставшим против него, и лишь по рекомендации русских они были помилованы. Словом, знаете, все в стране встало с ног на голову, дошло до того, что крымское население стало жаловаться русским на зверство собственного хана и просить у них защиты. Россияне, разумеется, охотно воспользовались таким шансом выступить в роли справедливых заступников народа и стали прощупывать почву. А как отреагирует крымская знать, если Россия уберет Шахина и включит полуостров непосредственно в состав своей империи? Ну, разумеется, эти вопросы задавались те, кого об этом подсчитали нужным спросить, в том числе и самые влиятельные лица среди крымских беев, ответили, что принципиальных возражений по данному вопросу иметь не будут. Их мотивы, пожалуй, нетрудно понять, ведь в том кровавом хаосе, в который к концу превратилось правление Шахина, ни один представитель знати и даже духовенства не был уверен, что его завтра не схватят, не обвинят в пособничестве с заговорщиком и не отведут на казнь. Тогда, как русские со своей стороны приветливо обещали крымским аристократам безопасность, сохранение статуса и имущества, уравнивание прав беев и мир с русским дворянством, неприкосновенность служителей культа и тому подобное благо. И тогда предводители крымской знати волей или неволей согласились, что им безопаснее будет жить вообще без хана. Надо сказать, что эта идея возникла не в 1783 году, а гораздо раньше. Такая концепция уже издавна существовала в крымской политической мысли и не раз, хотя и очень редко, уже высказывалась вслух. Еще в предыдущие столетия, во время особо острых конфликтов с ханами, крымские беи случалось так, что угрожали им, что в случае ханского произвола могут вообще отказаться от ханского правления и впредь править страной сами, коллегиально и самостоятельно. Эта угроза, конечно, никогда в истории не приводилась в исполнение, но теперь о ней вспомнили. Ну, словом, россияне получили нужные им гарантии со стороны крымской аристократии, что все пройдет тихо. А договориться с ханом было еще проще. Шахин Герай сам видел, что зашел в глубокий тупик и что его покровители больше не хотят выручать его, потому что ему уже даже зачитали письмо от Екатерины где-то. Выражала мысль, что поддерживать Шахина Герая дальше уже нет никакого смысла. И тогда россияне посоветовали ему официально отречься от крымского престола, а взамен пообещали, что посадят его на престол куда более почетный и могущественный, а именно персидский. Ведь в Петербурге в то время разрабатывали заведомо несбыточный прожект завоевания Персии, ну и вот в нем нашлось место и для неудачливого крымского хана. Получив таким образом возможность отступить и сохранить лицо, Шахин Герай с облегчением объявила своем отречении. Именно с облегчением, потому что чуть раньше того он уже лично вслух заявлял, что, мол, не желает быть правителем столь, как он выразился, неблагодарного народа. А в апреле того же года Екатерина II опубликовала свой манифест о присоединении Крыма и на этом история Крымского ханства закончилась. Как это неудивительно прозвучит, но жителям Крыма того времени непосредственным участникам событий российская аннексия в тот момент, насколько можно судить по свидетельствам источников, показалась пожалуй событием даже весьма второстепенным на фоне куда более яркого и гораздо сильнее тревожившего их события, а именно завершившейся гражданской войны и последовавшей за ней разрухи, ведь эта война сопровождалась гибелью десятков тысяч человек, бегством целых селений, обезлюживанием городов, показательными казнями, истребительными рейдами ханских гвардейцев и русско-арнаутских батальонов. Во всяком случае объявление об аннексии весной 1783 года не вызвало не то чтобы восстание, но и вообще сколь-нибудь сильной общественной реакции. Беи сдержали свое слово и волнений не было. Но ведь и правда внешне не произошло ничего нового. Русские войска к тому времени так они и так уже стояли в Крыму почти 12 лет. При власти в Крыму встала временная администрация из коллегии высших беев и лица этих деятелей были уже давным-давно знакомы всем жителям Крыма. Ну разве что и сейчас ненавистный хам. Вот и вся разница. А в остальном пока царила тишина. Ведь знаете подобные вехи в истории их далеко не всегда замечаешь сразу. Особенно когда они у тебя происходят на глазах. Особенно когда ты оглушен шумом других менее значительных но более громких событий. И лишь чуть погодя узнаешь что ты оказывается живешь уже совсем в другой стране. И что страна вокруг тебя уже не твоя. Ну а те не менее трагические события которые развернулись в Крыму в скором времени после этой тихой весенней паузы принадлежат уже другой эпохе в истории Крыма. Эпохе не ханской а российской. И предугадать куда вскоре развернется ситуация не смогли ни бей покорно признавшие над собой власть русской императрицы немногие тысячи их молчаливых подданных которые вообще не имели во всех этих событиях право голоса потому что ну всегда было принято что от их имени говорят бей Шахенгерай разумеется не сел ни на какой персидский трон его как и полагается при таких сделках обманули и выбросили он уехал из Крыма в Россию но в Петербург его не пустили и потому он скитался по провинциальным городам типа Воронежа и Калуге почти без денег под постоянным надзором в конце концов он выпросил у императрицы позволения уехать в Османскую империю прожил там недолгое время а вскоре был и казнен там по первому же подозрению в подготовке новых политических авантюр крымские беи приветливо приняты в лоно российского дворянства поначалу возглавили временную колониальную администрацию Крыма и старательнейшим образом провели для новых властей подробную перепись всей недвижимости и всех земель своей страны для того чтобы в скором времени стать свидетелями того как их администрация будет распущена бывшие родовые владения разделены между всякими петербургскими фаворитами и лакеями а десятки тысяч бывших бейских подданных оставшись без земли без домов потянутся в турецкую эмиграцию и навсегда исчезнут за морским горизонтом ну либо же останутся изгоями любви второго сорта на собственной земле стамбурский двор конечно же не признал аннексии и даже все еще продолжал назначать в Крым номинальных ханов но ни одному из этих ханов так и не удалось вступить на крымскую землю Османская империя последовательно отстаивала перед международным сообществом свою принципиальную позицию о непризнании российской аннексии Крыма и удерживать эту позицию ей удалось целых 9 лет а в 1792 году Турция заключила с Россией ясский договор согласно которому признала Крым российским после этого последний из назначенных султаном номинальных крымских ханов Бахт Гирай оставил свои безрезультатные попытки пробиться с Дуная в Крым вернулся в Стамбул и на этом ханская страница в истории Крыма была закрыта окончательно что ж большое спасибо Алексею Гайворонскому крымскому историку ведущему и писателю который был гостем нашей сегодняшней программы вы слушали крымские истории в диалогах с Сергеем Громенко на самом крымском в мире радио Крымреалии ни в коем случае не переключайтесь радио скоро вернется в эфир «Музыка» 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 Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» 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 Субтитры создавал DimaTorzok